Друзья, всех приветствую на своем канале. В этом видео речь пойдет о такой отвертке, которую мне подарили на Новый год. Просто люди знают мое пристрастие к таким штукам, инструментам, к технике. И вот такой вот подарок мне вручили. В таком вот блистере. Насколько мне известно, это не очень дорогая отвертка, но достаточно такая примечательная и удобная, качественная. Смотрите, какая здесь рукоять толстая и пузатая. На рукояти отображены вот такие вот интересные протекторы на резиновой поверхности, противоскользящие. И вот здесь вот есть такие вот насечки против пальцев скольжения. Ну, относительно, конечно. В руке лежит очень достойно эта отвертка. В этой отвертке вот есть съемные жала. Это набор получается. Они вставляются вот в эту трубку, фиксируются за счет шарика. Сидят достаточно плотно, но и не тяжело вытаскиваются. Приемлемая такая посадка. Это бита шлицевые отвертки шире и уже. Я просто вот в этом видео хочу с вами делиться полезной информацией, поэтому и показываю, что из себя представляют, какие-либо технические приспособления, инструменты. Так что подписывайтесь на канал, здесь много полезного. Если вы стоите перед выбором о покупке чего-либо, загляните ко мне, тут многое, что можно подчеркнуть для себя и узнать. Так, далее. Про вот эту вот рассказал. Теперь вот перейдем к следующему моменту. Из рукоятки вытаскивается вот эта вот стержень, вот эта трубка. В этом стержне, видите, еще бита. Также фиксируется она за счет шарика. Здесь крестовые отвертки Philips 2 и Philips 1. Ну, PH 2 и PH 1. Фиксируется за счет шарика. Здесь тоже шарик присутствует. И вот такие два шлица, которые вставляются вот так вот в рукоять. Достаточно плотно это все делается дело. Здесь надо уловить момент, кстати, вставки, потому что в перекос можно вставить, тяжело вытаскиваться. Лучше нормально вот так вот всегда смотреть, как вы вставляете стержень вот этот. Общий вид отвертки вот становится такой. Также в этой отвертке при снятии вот этой вот стержня есть гаечная такая насадка, головка получается гаечная. Можно гаечку или винт закручивать. Также вот этими шлицами, которые вот здесь находятся, можно закручивать какие-либо крючки. Даже на упаковке вот тут вот указано это. Вот видите? Вот так вот поперек. Ну тут не под все размеры, но по крайней мере можно закручивать небольшие крючки. Видно, что она собрана из хороших материалов. Все четко становится на свои места. Так что имейте в виду, что бывают вот такие отвертки. Но в этом видео я хочу рассказать вам еще про один подарок мне на Новый год. Тоже как бы хотели меня удивить, зная мое пристрастие к инструментам. Вот такая отвертка. Американский флаг. Вы представляете? Некоторые знают мое тоже пристрастие к американизмам, к различным. И решили меня вот так вот удивить. Вот такой вот отверткой. Я таких в продаже не встречал. Но это китайская отвертка. Вот с такой вот интересной ручкой. Что интересно, вот на рукоятке звезды, они выпуклые. И выпуклые вот эти полосы. И вот видите, как оформлен дизайн под американский флаг. Сейчас многие, наверное, скажут, а, америкосы. Ну, я считаю, что Америка достаточно продвинутая страна. И у них все симпатично. Это тоже вот американцы. Ну, ладно, не будем об этом. Сейчас вот вкратце расскажу и про эту отвертку. Она, если сравнивать вот с этой отверткой, она из более худших материалов. Ручка хорошо сделана. Вот она устанавливается вот в этот фиксатор. Здесь длиннее жала. Здесь нет вот набора, как здесь. Здесь просто вот одно такое жало. Видите, PH2 и шлицевая. Без всякого шарика просто вот так вот вставляется. Но магнитится зато. Тут вот магнит присутствует. Здесь нет никаких магнитов. Здесь нет ничего не магнитит вообще. А здесь вот чуть-чуть, да, вот это вот магнитит. И причем достаточно не слабо. Вот такая вот отвертка. Здесь длиннее жала, то есть это если сравнивать вот с этой отверткой, вот этим жалом можно где-то больше, глубже подлезть в какое-либо пространство. Ну, я еще пока не эксплуатировал эти отвертки. Я не знаю, насколько они хороши. То есть, ну, вот в этой я уверен. У меня есть набор по ссылке в описании. Посмотрите. Видео. Большой набор вот от этой компании. Он меня очень удивил. Опять же, повторюсь. Зайдите, загляните. Ну, там длинный и нудный, конечно же, обзор. Я хочу успевать короткие снимать обзоры. Вы меня простите, что они у меня длинные получаются, но зато с подробностями. Сейчас я вот пример быстренько вам покажу. Небольшой, как они закручивают саморезы. Вот приготовил такие вот саморезики. Сейчас быстренько вам покажу. Так, возьмем черный первый. Так, меня жало. Ой, быстро хочу показать вам все. Потому что вы жалуетесь, что долго и нужно. Ну, вот стараюсь быстро. Все летит из рук сразу. Ничего особо не получается. Так, это PH2 насадка. Давайте посмотрим, как она крутит. Вот так вот я вдавливаю. Ну, удобно очень, конечно же. Так, это отложу. То, что вот тут вот люфтит немножечко, это вполне допустимый люфт. Но его практически вообще нет. Это надо, то есть силовым образом. Но это не силовая отвертка, опять же. Так, вот, смотрите. Хорошо идет. Вот так вот нормально. И удобно. Вот смотрите, рукоятка просто бомба. Классно. Нормальная тема. Вот смотрите. Падает, видите, не магнитит. Так, а сейчас я вот сюда вкручу. Желтый саморез уже. Саморезы, вот когда вкручиваете, кстати, небольшое отступление. Саморезы, когда вкручиваете, вот так вот придавливаете для начала. И тогда у вас будет удобно они вкручиваться. Вот такая насадка. Шлицевых у меня нет, болтиков, винтиков. Поэтому я не покажу вам. Ну, нормально закручивается. Это вот Стэнли. Ну, я как бы без особого усилия сейчас закручиваю. Ну, с усилием, но без бешеного такого усилия. Ну, вот удобно. Чувствуется, что классная штука. Теперь попробуем вот это. Так, сейчас я разверну жало. Ну, так вот. Вот оно. О, магнитит, кстати, прикольно так. Полезно тем, что оно магнитит нехило. Ну, вот, смотрите, нормально. Вот это я выкручиваю. Не знаю в процессе, как она будет потом, эта отверточка. Вот, классно то, что вот она так раз и сама впрыгивает в крестовой шлиц вот этот раз. Ну, нормально так. Прикольно. Хорошая отвертка. И это не реклама. Я, опять же, с вами делюсь по поводу того, что нужно, что не нужно. Вот вы видели, как все это дело закручивает. И, кстати, ну-ка, давайте сейчас эксперимент проведем один. Вот другое жало, как оно вот сюда ставит. Смотрите. То есть, получается, вот этой отверткой можно, этой рукояткой можно удлинить, вот любые другие биты вставить. А в эту можно вот такие биты поставить. Правда, она не долазит шариком туда внутрь. Но вот такая получается. Смотрите, какие полезности можно извлечь из этого дела. Правда, здесь, вот видите, не фиксируется. Просто будет вот так вот удлиненно. То есть, это если куда-то подлезть. Вот, годность инструмента налицо. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, делитесь с друзьями. Знайте, что есть вот такие вот девайсы, или как их назвать, гаджеты. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.